Да, что-то, наконец, это точно мэр Мариуполь. Я почти до конца наслушала это интервью. Еще хотела сказать, он, ну если он меня будет слушать, я бы хотела, чтобы он услышал мои доводы. Мэр Мариуполя, я не знаю, как его зовут, да не важно. Вот если бы точно так же, вот помните, Зеленскому предлагали выехать, чтобы, ну, его тоже могли поймать россияне, пытать, заставить, просылать на Россию. Вот чем вы, мэр Мариуполя, отличаетесь от пана президента? У пана президента была страна, а у вас был город. Каждый на своем месте отвечает за свое место. Вот почему пан президент поступил иначе? Почему он достал пистолет и сказал, что он будет отстреливаться? А почему вы выехали? Почему у вас такой невинный взгляд? Я вот напоминаю, знаете, вот вы напоминаете мне того, тех мужчин, которые из России взяли ребенка, высадили его в каком-то непонятном месте и поехали дальше. Вот очень так же в Мариуполь высадили. Вот тут несчастный ребенок стоял, я не знаю, что с ним случилось, но он стоял посредине минного поля. Маленький ребенок, один, брошенный, без всякой вообще, что он может сделать против минного поля? Вы оставили Мариуполь на растерзание. Если вы такой никчемный мэр, ну, значит, получается, как бы, что мэра города не могут ничего сделать для города? В таких случаях вы в этом уверены? Вы в этом уверены, что мэра города в таких случаях могут поступить только как вы? Я бы хотела, чтобы мариупольцы ему сказали, а мариупольцев больше нет. Вы можете быть города, вы можете быть мэром города, которого больше нет. Как насчет такого, а? Вот этот мэр Мариуполь, давайте вы будете... Он говорит, я до сих пор являюсь мэром города. То есть вы сейчас являетесь мэром мертвого города. Вы должны были отсидеть в подвале с каждым человеком, который сидел. Вы должны были готовить на улице с каждым человеком, который готовил на улице. Вы должны были стоять за водой под обстрелами и лежать лицом в траву с каждым человеком, который стоял под обстрелами и лежал лицом в траву. Вы должны были лежать с парализованной бабушкой, которая лежала на пятом этаже, и ее не могли вынести, потому что подвал не открывался широко достаточно для ее кровати. Вы должны были писать в баночку и какать в узелок. Вы должны были сливать воду с батареей вместе со своими жителями. Вы должны были вместе с ними жарить голубей. Вы должны были ловить этот снаряд лесом, понимать, что у вас ноги так быстро не умеют бегать. Вы должны были вместе с ними выживать. Вы должны были быть последним человеком, который бы выезжал из Мариуполя. Вы должны были быть там до конца. Я не знаю, как принимают людей в Украине на мэра города, Что нужно сделать? Что нужно просто физически быть похож на Зеленского, а внутри быть говном?